МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В национальном телевидении Чуваши начинается программа Перевёртыш. Айгел Бупсер. Почему Перевёртыш? Потому что это название можно просчитать задом наперед. Взрослые новости на нашем канале называется Республика. Одесский Айгел Бупсер. Сегодня в выпуске поздравляем чемпионов. Смотрим сказку и начинаем подготовку к Новому году. Вот она и наступила. Настоящая зима. На календаре декабрь. На улице снег. Всё как положено. Да, яркие осенние листочки теперь только в гербаре увидеть можно. Осень, я буду по тебе скучать. И не только ты. Ученики 59-й школы тоже. Они даже устроили прощальный праздник принцесса осени. Давайте познакомимся с этой коронованной особой. Как только ученики 1-го Д-класса 59-й школы пришли на учёбу, не сразу договорились, что будут не только отлично учиться, но и отдыхать. Свой первый праздник ребята назвали принцесса осень. Ой, дети вообще с огромным восторгом всё восприняли. Мы очень быстро распределили слова. Каждый хотел играть, участвовать. У меня в классе 34 ребёнка. Все задействованы в этой сказке. Все участвуют. Кто-то поёт, кто-то играет, кто-то стихи читает. Все участвуют. Главная роль досталась веселушке Оле. Она прекрасно знает, что принцесса осень должна быть не только красивой, но и доброй. Я думаю, что принцесса осень все должны любить и грибы, и овощи, и зверей. Кроме того, осень очень щедрая. Она подготовила для людей много подарков. Принесла я мёду полную колоду. А ещё грибы, орехи, фрукты и овощи. Вот, все они расселись на скамеечках, как на грядках, и торопятся рассказать о себе. Нет, не может быть слуха, Кулинарская наука. Обратите внимание, как красиво ребята поют. В этом заслуга учителя музыки Ираида Кузьминичная. Она и движение помогла придумать, ведь у каждого героя свой характер. Ох, 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 зелёный ягод, ох, Да, 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 Такая вот судьба. Зелёный горошек, а точнее первоклассник Олег, сразу привлёк наше внимание. Уж больно костюм у него необычный. Так как я горошек, мне пришло взять зелёный цвет. Костюм я нашёл дома, а шляпку сделала мне бабушка. А теперь, внимание, сейчас мы откроем большую тайну. Расскажем, почему помидор красного цвета. Итак, росли как-то на грядке овощи. И всё бы хорошо, вот только возомнил помидор, что он лучше всех. Я в жизни всё вкуснее, всё круглее, сильнее. Меня взрослые дети любят больше всех на свете. Хвалился, хвалился, искусство свалился. Когда хозяйка пришла собирать урожай, она даже не заметила упавший помидор. От этого овощу стало сначала обидно, а потом стыдно. Вот он и покраснел. Когда я играл роль помидора, мне было тоже немножко стыдно. Вот как юные актёры вжились в своей роли. В общем, к обычному школьному празднику все подошли очень ответственно. Поэтому он получился незабываемым. Мы показывали сказку бабушкам, дедушкам, мамам, папам, и они нам похлопали, им очень понравилось, и они сказали, сказка получилась хорошая. Я с этим полностью согласна. Маргарита Андреева, Николай Яковлев, Ачилл Бупсер. Не подглядывай! Кого ты пишешь? Это загадочное письмо. Деду Морозу и вам, ребята, советую. В декабре люди много писем отправлять будут. Так что написать о своём поведении и спросить долгожданный подарок лучше заранее. По адресу 162-390. Россия. Город Великий Устюг. Дом Деда Мороза. А я вот никуда не тороплюсь. Я письмо Деду Морозу по интернету напишу. Да-да, Дед Мороз – современный волшебник. Он читает электронные письма. Написать его можно на сайте почтодевиздм.ру Ребята, расскажите, а как поступите вы? А ещё поделитесь секретом, что вы ждёте на Новый год. Здравствуйте, меня зовут Роман. И сегодня я решил проверить, что хотят дети от Деда Мороза. Написали ли они ему письмо? И вообще, они в него верят? Я хочу от Деда Мороза живую собачку. Я написала ему письмо. В письме я попросила у него игрушечную карету, ещё, как я сказала, живую собачку, и плюшевую мишку. Привет, ты написала письмо Деду Морозу? Я Деду Морозу не буду писать письмо, потому что он самый волшебный волшебник, и он всё видит в своё волшебное зеркало. И он видит, как себя провёл ребёнок, хорошо или плохо. Раньше я хотел пиратский корабль «Свидок». Потом, ну-то, ледяной мамонтой стима, ну, я решил остановиться на электронной игре. Я напишу, «Дорогой Дедушка Мороз, я в этом году тебя хорошо вела. Пожалуйста, подари мне замок феи». Я хочу Соню плей с Тейлсом. Ты написала письмо Деду Морозу? Мама мне помогла, потому что я ещё не умею. Маша, что ты хочешь на Новый год? Я хочу от Деда Мороза на Новый год с Фёрби Бум. А ты написала ему письмо? Нет. Собираешься ему писать? Собираюсь. Я всё время думаю, какие там слова написать. Маша, видела ли ты Деда Мороза? Да. Его борода застряла в нашем окошке. А что ты от него хочешь в подарок? Я хочу принцессами Амуро Каденс. Как нужно себя вести, чтобы получить такой подарок? Ни с кем не спорить и всем уступать. И очень хорошо кушать. Я видела Деда Мороза, и я хочу от него лук. А зачем тебе лук? Чтобы учиться стрелять. Я собираюсь написать в письме, чтобы на земле был всегда мир. Я у Деда Мороза верю. Я хочу в подарок от Деда Мороза лего для девочек. Алиса, видел ли ты Деда Мороза и что ты хочешь от него в подарок? Я нет, я не видела Деда Мороза, но я хочу, чтобы он всегда доставлял подарки всем детям. С мамой Дедушке Морозу пишем и стишок, не прозу, что хотим в разгар зимы получить от Деда мы. Я сказал, трубоукладчик, не какой-нибудь там мячик. Кира, что ты хочешь на Новый год? Я хочу шоколадную елку и багажка. ноутбук и крутой шоколадный аппарат. Я очень был послушным, учился на одни пятерки подготовительные в школе, в группе, то есть. И тесты писал на пятерки. Я хочу магнитный конструктор. Я уже заказал, но я подарок Деду Морозу сделал, вот этот вот домик. Проведя опрос, я сделал для себя вывод, что большинство детей хотят игрушки. Ну, а лично я хочу счастья и радости в моей семье. Получать подарки от Деда Мороза это чудесно. Но и выигрывать призы, особенно под Новый год, тоже очень здорово. Каждый год в декабре взрослые устраивают множество творческих конкурсов для детей. И сегодня мы хотим поговорить о них с главным специалистом администрации города Чебоксары Еленой Константиновной Фомичевой. Здравствуйте, Елена Константиновна! Расскажите, пожалуйста, какие конкурсы вы придумали для ребят и какие подарки подготовили? Здравствуйте, ребята! В этом году, как всегда, будет работать почта Деда Мороза. Все желающие, все ребята могут прислать Дедушке Морозу письма, в которых они будут рассказывать о своих победах. Весь год, весь 2014 год прошел под знаком Чебоксары город своих побед. Для каждого своя победа. И каждый ребенок будет рассказывать о том, чего он добился в этом году. И Дедушка Мороз с нетерпением ждет этих писем. И, конечно же, перед дверью Нового года мы хотели бы выбрать Снегурочку. В этом году в Чебоксарах будет новый, совершенно волшебный конкурс Мисс Снегурочка. И все мамы, которые хотят вспомнить детство и окунуться в новогодние торжества, могут перевоплотиться в Снегурочек и прийти на наш конкурс. Этот конкурс тем и отличается, что в нем участвуют не только девушки модельной внешности, но и взрослые женщины, которые еще чувствуют в себе творческий потенциал и хотели бы рассказать о себе и показать свою красоту. В этом году мы запустили интереснейший творческий конкурс «Скульптура года. Символ года». Все ребята, которые умеют лепить, они сделают своими руками из глины, из пластилина скульптуру символа будущего года. Это, конечно, коза. И, конечно же, все желающие поучаствовать в наших новогодних конкурсах, всю информацию могут найти на нашем прекрасном сайте управления культурой, который называется «Творите». Здесь описаны положения, условия, куда вы можете принести свои работы и как вы можете принять участие в этом конкурсе. Скажите, а доме Чебоксарского Деда Мороза на заливе работать будет? Конечно, ребята. В этом году, 20 декабря, приедет самый главный Дед Мороз, который откроет свою сказочную резиденцию. С 20 декабря по 10 января он будет встречать самых юных и самых добрых детей города Чебоксары и гостей нашей столицы. Все ребята могут прийти к нашему новогоднему волшебнику, рассказать о своих успехах, рассказать свои стихи. И, конечно же, Дедушка Мороз подарит им свои сладкие подарки. Все дети обожают новогодние карнавалы. А что, если нам всем выйти на улицу и устроить большой Чебоксарский карнавал? Как вы на это смотрите? Это очень хорошая идея. В этом году в Чебоксарах 27 декабря ровно в 12 часов по городу пойдет большой огромный парад Дедов Морозов и сказочных персонажей. Все жители города соберутся около национальной библиотеки и большим большим потоком пойдут в сторону Красной площади. Можно будет прийти сюда всей семьей. Мамы, папы могут нарядиться в карнавальные костюмы. Может быть, это будет семья, состоящая из Деда Морозов. А может быть, здесь будут все Снегурочки и все дружно пойдут на этот парад. А как в огромном сестме волшебников узнать настоящего Деда Мороза? Ну, это, конечно, огромный секрет. Я вам его открою. Настоящий Дедушка Мороз днем к нам, конечно же, не придет. Он придет ровно в 12 часов 31 декабря. Положит вам подарок под елку и уйдет к другим ребятам. В это карнавальное нашествие придут только Дед Морозы, которые живут в нашем городе. Елена Константиновна, спасибо, что нашли для нас время. Мы заранее поздравляем вас с Новым годом и желаем много-много чудес. Спасибо вам большое, что пригласили на эту передачу. А всех ребят я хотелось бы пригласить в этом году на площадь Республики. Здесь 20 декабря начнет свою работу волшебная рождественская ярмарка. Здесь будет работать Академия волшебства. Два прекрасных домика, в которых будут опытные преподаватели показывать мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. Всех-всех жителей города Чебоксары хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом. В этом году мы подготовили очень много проектов. Приходите к нам, участвуйте в проектах, получайте призы и подарки. С Новым годом вас! А нам остается напомнить, что Национальная телевидение Чуваши проводит свой конкурс музыкальный. Он называется «Новогодние нотки». Совсем скоро в эфире нашего телеканала мальчишки и девчонки будут петь новогодние песни. А вы, дорогие телезрители, сможете за них проголосовать и, конечно же, зарядиться новогодним настроением. Продолжаем выпуск. Переходим к спортивной теме. Сегодня мне очень хочется заглянуть в секцию каратэ. Почему каратэ? Потому что недавно чебоксарские каратисты приехали из Москвы с кучей медалей. Там проходили вселоссийские соревнования по традиционному фудукан каратэ. Все подробности у Никиты Гражданкина. Здравствуйте, я нахожусь перед дверью тренировочного зала каратэ фудукан. Каратэ в переводе с японского обозначает пустая рука, а фудукан крепко стоящий дом. А знаете ли вы, сколько видов каратэ бывают и чем они отличаются? Давайте спросим об этом у учителя и посмотрим, как идет тренировка. Самые смелые и отважные ребята нашего города занимаются каратэ. Это японское боевое искусство, поэтому и команда тренера тоже звучит на японском языке. Виталий Варильевич, пожалуйста, расскажите о стиле фудакан. Стиль фудакан это традиционное направление каратэ. В мире много существует стилей, направлений, школ и так далее, но существует один принцип каратэ. это голая рука, голая нога. И принцип, которым стилит каратэ, это я назову икинкисацию, это наповал одним ударом. Врачи отмечают, что каратэ это безопасный вид спорта. Травмы случаются очень редко, а медали и кубки за свои старания спортсмены получают намного чаще. Вот и наши ребята совсем недавно вернулись из Москвы и привезли с собой множество наград. Расскажите нам о соревнованиях. Соревнования проходили в Москве в спорткомплексе Битца. В соревнованиях принимало участие пять федеральных округов, принимали участие самые лучшие бойцы из этих федеральных округов в количестве более трехсот человек. И соревнования носили уровень всероссийских по традиционному фудакан каратэ до. В этом направлении проходили соревнования в дисциплинах техника, двоеборья и поединке. И вот во всех этих дисциплинах наши ребята сумели достойно выступить и показать хорошие результаты. Пока шла тренировка, я заметил, что у всех ребят разные пояса. Тренер мне объяснил, что они означают уровень мастерства. Белые носят новички, а черные мастера. Такой пояс можно получить только спустя пять лет упорных тренировок. Кажется, я занимаюсь уже два года и успел получаться на соревнованиях. Я приехал в Чебоксервис, с пустыми руками. Я приехал с одной салатой медалью и двумя бронзовыми. Заниматься каратэ могут мальчишки и даже девчонки. Если тебе уже исполнилось пять лет, то ты смело можешь попробовать свои силы в таком энергичном виде спорта. Никита Гражданкин, Андрей Шоколев, Акелбупсер. На сегодня это все. Для вас работали Данила и Никиты Васильевы. А еще наши юные корреспонденты из детской студии Куча Мала. Мы всегда ждем от вас новостей. И напоминаем, что любой выпуск программы Акелбупсер вы можете посмотреть в интернете, на сайте национального телевидения Чуваши или ВКонтакте. Хороших всем новостей. До свидания. Не подглядывай, кому ты пишешь это загадочное письмо. Деда Мороза и вам привет. Давай. Давай. Можешь меня крупно. Давай, сейчас. Не надо крупно, все хорошо. Пиши. Ну, тихо, больно. До свидания, ребята. Приглашайте еще в гости. Я очень рада буду к вам прийти. О, Анна.